Добрый день! Сегодня я рассмотрю появившиеся в сети интернет схемы замены дорогого и дефицитного нынче перекидного рубильника для переключения между основным вводом в дом и генератором. Главной целью этих замен является необходимость избежать одновременного включения основного ввода и работающего генератора на общую нагрузку. Первым рассмотрим часто встречающуюся ситуацию с трехфазным вводом и однофазным генератором, а автомат QF1 включает основной ввод на три фазы. QF2 подключает нагрузку к однофазному генератору, а следовательно все три фазы нагрузки соединены перемычками на верхних губках автомата QF2. При такой схеме возможна ошибка человека, при которой автоматы QF1 и QF2 будут включены одновременно. Такая ситуация является аварийной, но, так как на автомате QF2 все три фазы соединены, то произойдет короткое замыкание, и автомат QF2 или QF1 отключится, а может даже оба. Недостатком этой схемы является то, что она не позволяет избежать хоть кратковременно, но короткого замыкания. Второй недостаток это то, что эта схема применяется только в ситуации с трехфазным вводом и однофазным генератором. Достоинства этой схемы таковы. Первое. Двойная надежность, так как в цепи короткого замыкания последовательно стоят два автомата. Хоть один, да сработает, а то и оба. Второе. Нет дополнительных трат, потому что автоматы QF1 и QF2 все равно нужны, хоть с перекидным рубильником, хоть без него. Следующим рассмотрим схему с независимым рассыпителем. Он устанавливается рядом с автоматом и при подаче на него управляющего напряжения механически отключает автомат. Схема работает так. Автомат QF1 включает основной ввод, а автомат QF2 генератор. При появлении напряжения на верхних контактах QF1 фаза попадает на один контакт катушки-расцепителя. А если вводной автомат QF1 включен, то и ноль попадет на второй контакт катушки-расцепителя, что приведет к его сработке и отключению автомата QF2. Недостаток этой схемы. Встречное включение генератора и основного ввода, хоть и кратковременно, но может произойти. Достоинства. Первое. Относительно невысокая цена независимого рассыпителя. Второе. Возможность повысить надежность схемы, добавив второй рассыпитель к автомату QF1. Еще одна интересная замена перекидного рубильника. Это схема с УЗО или дифавтоматом. Автомат QF1 включает основной ввод от счетчика, а QF2 это УЗО или дифавтомат, включающий генератор. Для предотвращения встречного включения основного ввода и генератора на общую нагрузку, введена связь между нолями QF1 и QF2. Если УЗО QF2 включено, то включение QF1 приведет к шунтированию нулевого провода QF2, что немедленно приведет к его отключению. Недостатки. Возможно кратковременное встречное включение напряжения генератора и основного ввода. Достоинства. Первое. Простота реализации. Второе. Возможность повысить надежность вдвое, введя вместо автомата QF1 УЗО или дифавтомат. Замена перекидного рубильника двумя автоматами с механическим соединением рычага включения. Автомат QF1 это автомат основного ввода, а автомат QF2 генератора. QF2 устанавливается рядом с QF1, но вниз головой. Рычаги включения автоматов соединяются с цепкой, механически. Включение одного приводит к выключению другого. Недостатки. Первый. Не все автоматы можно механически соединить из-за особенностей расположения рычажка. Второе. Не все автоматы позволяют располагать их вниз головой по причине условий расположения дугогасящей камеры внутри автомата. Достоинства. Первое. Полное исключение возможности встречного включения основного ввода и генератора. Второе. Отсутствие дополнительных трат. Третье. Простота и высокая надежность всей конструкции. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео, присылайте интересующие вас вопросы в комментариях. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...